Лето – время долгожданных отпусков. В теплую и жаркую погоду излюбленным местом отдыха становятся водные объекты. К сожалению, не у всех есть время и возможность посетить море. Более доступная альтернатива пляжам – открытые водоемы. Но находиться на них достаточно опасно для здоровья и жизни. Из-за неосторожности ежегодно в прудах и реках гибнет немало людей. Главной причиной трагедии – нарушение правил безопасности. Купание в нетрезвом виде. Купание детей без присмотра взрослых, неумение плавать. Как отмечают специалисты ГООЧС, в Северском районе нет специально оборудованных природных мест для купания. Желающие отдохнуть возле воды могут посетить бассейны. Ежедневно в Северском районе проводятся рейды с участием специалистов отдела ГООЧС, работников поселенческих администраций, представителей правоохранительных органов и казачества. С целью контроля безопасности на водных объектах поселениями организован мониторинг. В случае нарушения требований безопасности на водных объектах граждане привлекаются к административной ответственности. По части 1, части 2 статьи 2.2 закона Краснодарского края об административных правонарушениях. При нарушении требований мест, где выставлены аншлаги с запрещающими надписями, влечет наложение штрафа 1000 рублей. В случае купания в состоянии алкогольного опьянения влечет наложение штрафа до 300 рублей. Как отмечают специалисты ГООЧС, ни одно профилактическое мероприятие, каким бы масштабным оно ни было, не может гарантировать отсутствие главных трагических исходов. Простая внимательность и осторожность отдыхающих к себе и к своим близким – главное условие безопасного отдыха вблизи водоемов. Лето – прекрасная пора. Это время каникул, интересных встреч и веселых развлечений. В станице Новодмитриевской прошел район и смотр клубных учреждений по организации летнего досуга детей и подростков «Мы живем в гостях у лета». Организатором мероприятия уже не первый год выступает Управление культуры. Пусть сегодняшний конкурс будет не просто соревнованием, а возможностью показать, какие интересные программы есть у каждого поселения. У нас сейчас работает 17 площадок, но на каждой есть что-то свое, что-то особенное. И сегодня у вас, ребята, есть возможность посмотреть, как интересно проводят свой досуг ребята в Афибском, Григорьевском, Новодмитриевском поселении. На конкурсе свои игровые программы представили коллективы Новодмитриевского, Смоленского, Григорьевского и Афибского домов культуры. Ребята ожидали веселые представления, захватывающие конкурсы и море позитивных эмоций. В гостях у лета каждый ребенок смог проявить эрудицию, ловкость и быстроту. А главное – научиться действовать сообща, проявляя свои лучшие качества. Экватор летних каникул прошел, и скоро ребята вернутся за парты. А потому яркие мероприятия помогут им запастись незабываемыми впечатлениями на весь учебный год. 20 июля отмечается Международный день шахмат – интеллектуальной игры с многовековой историей. Трудно встретить человека, не знающего, что такое шах и мат. Поклонниками шахмат считает себя миллионы людей по всему миру. Игра помогает развивать концентрацию внимания, сообразительность, стратегическое мышление. Шахматы пользуются большой популярностью среди школьников нашего района. И это неудивительно, ведь маленьких покорителей черно-белой доски тренируют талантливые педагоги и мастер Фиде по шахматам в школе Каиса. Ее воспитанники принимают участие в соревнованиях различного уровня, занимают высокие призовые места. Шахматная школа в станице Северска была открыта в 2011 году. Изначально ней занималось 360 человек. На данный момент занимаются в шахматной школе уже 615 человек. Отделения открыты по всему Северскому району. Это и поселок Афибский, станица Новодмитриевская, поселок Черноморский, село Львовское, станица Азовская, станица Смоленская, где в общеобразовательных школах работают тренеры от шахматной школы и занимаются с детьми. В 2018 году на Цыгане Анарцен, ученик шахматной школы, стал чемпионом Южного федерального округа по шахматам среди юношей до 17 лет. А в 2019 году Беляева Виктория стала чемпионкой Краснодарского края среди девочек до 7 лет. В век цифровых технологий появляется все больше доступных развлечений и игр на любой вкус. Место настольных игр занимают телефоны и планшеты. В виртуальных аналогах шахмат и шашек вместо живых соперников выступает компьютер. Но, несмотря на все новшества, люди продолжают играть деревянными фигурами на доске. В последнее время шахматы приобретают все большую популярность. И в связи с тем, что еще сейчас в общеобразовательных школах появился как обязательный урок шахмат, это с детьми один раз в неделю детей обучают шахматами. Но и самое главное, я считаю, заслуга шахмат, это все-таки вид спорта. И дети, у которых сейчас очень много, у них всевозможных гаджетов, игр, это тоже игра. Но только здесь ребенок уже встречается с живым соперником и оценивает позицию, он играет. То есть, по сути, он тоже играет, но с живым соперником. Он может эмоции увидеть по его выражению лица, он сам свои эмоции показывает. То есть, ну, довольно-таки интересная игра. Освоить шахматы можно в любом возрасте. Но для того, чтобы овладеть этим искусством на высоком уровне, нужны годы. Поэтому, чем раньше вы сядете за шахматный стол, тем быстрее постигнете искусство игры. Мы приглашаем детей приходить в шахматную школу. Возраст детей зачисления от 6 до 18 лет. Приходите, с вами будут работать тренеры, будут проходить тренировки. И детки будут участвовать в турнирах. Поэтому мы вас всех ждем, приглашаем. Занятия проводятся бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Сибирь, известная на весь мир своими бескрайними просторами и суровыми зимами, летом – лучшее место для знакомства с традиционной культурой России. В посёлке Шушенское в Красноярском крае проходит фестиваль этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири». В этом году впервые под эгидой ЮНЕСКО. В Сибири далеко достаточно, в плане расстояния находится от всего мира. Но одна из целей как раз фестиваля – открыть Сибирь, открыть её миру, открыть внутренний мир Сибири. Всем показать, какие мы сибиряки есть на самом деле, что у нас внутри, что у нас в сердце, откуда мы вышли. Раскинувшись от Европы до Дальнего Востока, Россия – родина самых разных народов. Это мастер-класс по игре на якутском хамусе – разновидности варгана. Неотъемлемый атрибут шаманов – в Якутии этот инструмент до сих пор считается священным. «Мы должны понять, что звук может образовываться при вдохе и может образовываться также при вдохе». Такие амулеты украшали русские дома. Из древней их плели из лоскутков старой одежды. У хорошей хозяйки ничего не пропадало даром. «Женщина, когда делает красивые вещи, она всегда в это вкладывает свою душу, свои мечтания, может быть, свои представления о правильной жизни. Бусинки, которые висят на наших оберегах, прикрепляя бусинку, она сюда всегда включает своё желание в жизни, на будущее, в надежде на то, что всё исполнится». Новинка ежегодного фестиваля – клубничная дегустация. Варенье варят по старинному рецепту. «Наше фестивальное варенье, оно с наговором на здоровье. Наговор этот передала мне бабушка по наследству. Поэтому я с удовольствием сегодня поделилась им. И желаю всем крепкого здоровья». Гордость фестиваля – гости со всего мира. Под вечер на сцене выступление музыкантов из Франции, Израиля, Турции, Монголии и США. «Сибирь – это что-то мистическое, очень далёкое. На слова про то, что мы будем выступать здесь в июле, нам говорили, о боже, там же так холодно». Мы отвечали, да нет, в июле в Сибири хорошая погода. Все очень удивлялись, особенно, когда увидели наше выступление на этой большой сцене. Ежегодный мир Сибири посещают более 30 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова